Понимаете, Путин попал в тяжелое положение, ему уже нечем угрожать, ведь, казалось бы, самое страшное нарушение всех красных линий – вторжение в священную российскую территорию. Хотя формально, формально ведь они запутались в своем обмане. А чем вторжение в Курск отличается от борьбы, от оккупации, как бы они сказали, таких российских территорий, как Херсон? Ну да, в данном случае одно и то же. Он же заявляет, что это теперь конституционная территория Российской Федерации. Да, вот они запутались в своем обмане, он говорит, что это не работает абсолютно. Вот. Так, доколе, почему нет? Почему мы не делаем то? А почему мы не делаем? Ничего. Вот. Две недели сто войн на всех пропагандистских кампаний, что царь должен чем-то ответить. Вот он ответил. Вот это неприятно, это тяжело, но это максимальная, это максимальная путинская ответка – это два удара, накопив там… Причем сегодня удар был уже меньше. Не потому, что они добрее стали, но меньше стало уже и ракет, тех же самых кинжалов. То есть он уже нечем ему грозить, понимаете? Он попал в очень серьезную ситуацию. Вот я считаю, что это настроение такого бодрого энтузиазма в Вашингтоне, юношеского прямо, и паники, паники и негатива по отношению к рабославшему царю в Москве очень резко, просто резко, я отвечаю и за Москву, и за Вашингтон, который, я внимательно наблюдаю, резко усилил бы уничтожение Крымского моста. Уничтожение Крымского моста – это громадный был бы психологический удар тогда, и я не знаю, как они будут реагировать на это. Понимаете, в чем дело? Ведь какая же самая страшная опасность для Путина и для его власти? Ведь долго предполагалось, ну, кстати, оппозиция еще до сих пор в каких-то иллюзиях, и западные эксперты, симпатизирующие нам, что вот в конце концов русский народ проснется, и демократическая оппозиция удастся вывести миллионы, и Путин отдаст. Да не удастся им вывести, потому что мы живем уже в абсолютно тоталитарном фашистском государстве. Вот давайте, я не знаю, как вы отнесетесь, у меня есть своя работа, нет же, у нас нет социологических данных никаких, социология невозможна, но у меня есть своя рабочая схема, я вот ее придерживаюсь, мне кажется, она помогает как-то осмыслить определенные события. Мне кажется, что процентов, ну, от 10 до 15 русского населения, это матерые, абсолютно фашисты, это зэд быдло, полностью поддерживающие войну и даже требующие от Путина каких-то более решительных шагов. От 15 до 20, я надеюсь, это принципиальные противники войны, ну, а остальная масса, ну, сколько их там, 65, 70, это по формуле нашего великого поэта народ безмолвствует. 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 Ему нас рад, по большому счету, как и во времена коронования Бориса Гудунова, так еще и все последующие народ безмолвствует, и он ничего не решает, он ничего не решает, а 15-20 процентов активных противников войны, они, их лидеры или убиты, или брошены, почему мы не изгнаны, как мы с вами, и они не участвуют в политической жизни, а тоже. У них вся политическая система России, информационная площадка, она полностью занята вот этими различными оттенками из-за Быдова, так из-за Быдова все более и более недовольны. Но они сейчас в своих стенаниях, того же даже Соробьева, у него половина передачи, а мы можем проиграть войну, а что же такое творится, когда же мы ударили? Ударили все, никуда вы больше ударить не можете. Генерал Бужинский правильно сформулировал, перестаньте повторять необязующие угрозы, вот хорошим словечком назвал. И обратите внимание, вот после Курсковского, казалось бы, страшного оскорбления российских святынь, ядерным оружием не грозят уже, не грозят. Ну потому что сейчас угроза ядерного оружия, она смешна, прежде всего для этого зредбыдова, все уже слышали много раз. И вот надо развивать, выигрывать войну психологически и политически, развивать вот те очень позитивные для нас новые тенденции в Вашингтоне и Москве. Ну хорошо, тогда вот мы поговорили о Вашингтоне и Москве, их общих реакциях, но остается вопрос относительно Европы. Вы вот ощутили, что Европа как немного замерла, я бы сказал, да, она поддержала активно Украину, но вот инициатива с февраля месяца Макрона относительно введения какого-то контингента на территорию Украины, создание базы, возможно какая-то среда наблюдателей, извините, инструкторов и так далее уже находится в Украине, она небольшая, но сама вся публичность этой темы, она несколько заглохла. Хотя вот сейчас, как это ни странно, благоприятный момент для усиления давления, для того, чтобы появились иностранные войска на территории Украины. Для чего, прежде всего, не столько для войны, они могут и не вовлечься в войну, если мы не говорим о летчиках, которые действительно вправе... Не нужна пехотная дивизия Украины. Да, пехотная дивизия, но вот вопросу о членстве в НАТО, вот эти вопросы политического самоопределения Украины, ее суверенитета и так далее, появление иностранных войск именно в момент войны, неважно пусть это будет ограниченный континент, создало бы предпосылку, потому что все это тоже мы застолбили, эту красную линию мы тоже преодолели, а теперь уже серьезно будем заниматься, как нам хотя бы ту конвенциональную территорию, контролируемую официальным Киевом до 80% неоккупированной части Украины, все-таки завести в НАТО. Ведь это большой был бы шаг, но если войска НАТО уже на территории Украины, то хорошо же не интегрировать эту свободную часть Украины внутрь Североатлантического альянса. Я вот в таком контексте хотел задать вопрос, что вы на это сказали. Ну, вы сказали, что ослабла энергетика Европы, ну, эта линия на 99% это Макрон был. Да, так и есть. И у Макрона были объективные трудности. Сначала был правительственный кризис, потом Олимпиада. Вот эти два события кончились, и мы видим, вот я уже упомянул, впервые после паузы, вот это наступление доктрины Макрона, вчера НАТО обсуждалась отправка, опять формулировка. Эту формулировку мы не слышали два месяца, пока Макрон занимался правительством Олимпийской игры. Отправка натовским специалистам Украины, сознательно было это сказано. И мы много очень услышим завтра, потому что Зеленский требует это прямо. на встрече с делегацией Сената на 12 августа, он прямо повторял вот наши с вами тезисы о том, что нужны западные пилоты. И завтра эта пауза закончилась, и это давление будет оказываться. Тем более, что давайте все-таки закончим линию с администрацией. Почему я... Ну, Харрис никогда не называл у меня каких-то горячих чувств. Она по отношению к Украине, ну, она верная такая, байдонистка была. Сейчас, как мы заметили формулировки на решающем заседании съезда, они были более резкие несколько в пользу Украины. Но у ней сейчас появляется глубочайший личный интерес, который намного важнее ее политических симпатий. Я же вот уже сказал, что основная масса, за которую ей можно бороться, и за которую боится Трамп, но он Трамп за это боится совершенно бездарно, мне кажется, это вот колеблющиеся, колеблющиеся республиканцы. Колеблющиеся, они, я бы назвал даже непоколебимые в своей поддержке Украины, но перед которыми стала дилемма. Ну, они принципиально против администрации демократических, там по многим разным внутренним причинам, там и границы, там и так называемая вот культура отмены и так далее. Но для них ключевой вопрос, это геополитический вопрос мировой войны, вопрос поддержки Украины, и они вот колеблются в своем выборе. Поэтому, если Харрис может их завоевать, ну, сделав очень важные шаги, их надо делать в самое ближайшее время, объявив, появившись вместе с теми же демократами и республиканцами, с членами делегации Конгресса Грехомом и Блементалем, и заявить, что, да, наша цель – это победа Украины, и мы передаем, передаем достаточное количество самолетов. Ну, то, что мы с вами говорим, не уже не скрываясь с ней, совершенно открыто, так, как говорила эта делегация. Тогда она выигрывает выборы. А казалось бы, что у Трампа теоретически прекрасные возможности. Можно было бы… Он, кстати, удачно использует эти возможности по Израилю. Он критикует и достаточно убедительно Байденскую администрацию за, ну, почти предательство Израиля, что ли. Мы же видели, как та же Харрис… Вы знаете, что я слышу здесь в Америке, извините, что я перебиваю, что я слышу субъективно, что здесь, в Калифорнии, она же не чужда Калифорнии, она вообще родом отсюда. Я даже проехал дома, где она родилась в Харрис, ну, жила, видимо. Она была там прокурором и так далее. Поговаривают, что она настолько… Да, она сейчас в угоду выборов ведет эту линию именно так. То есть кто-то говорит, она зоологическая антисемитка. Я, правда, не знаю, насколько это справедливо. Приму же евреи и так далее. Но что она, значит, говорит так, как хотят услышать антиизраильская часть электората демократического для того, чтобы как-то, в общем, получить их голоса. А после выборов все будет как при бабушке. Да, примерно так. Но вот то, что надо говорить, дало Трампу достаточно убедительно и критиковать, достаточно поддерживать. Ну, я слежу за израильской тематикой, смотрю русский канал. Израиль, естественно, 100% за Трампа. Потому что Трамп занимает четкую про израильскую понимание. Он, ну, что делают демократы? Они сначала и то же самое продемонстрировали Харрис на съезде. Да, мы защищаем право Израиля, право на сушевание еврейского государства, защитой его врагов. Но в то же время мы не можем быть равнодушными там страданиям палестинского народа. Вот это, потом это, это поощряется там картинками разрушений в Газии, трупы, мирных жителей так называемых и так далее. Ну, вот такая игра, конечно, это, это слабость, это органическая слабость демократической партии, большое влияние вот этого левого, левого так называемого прогрессивистского крыла. Это же Байден начал отступать от позиции. Он же прекрасно начал. Я напомню еще раз, реакция девушки Байдена на события в Израиле, она была спонтанной и человеческой, и правильной. Он сказал, ну, это не он, он, Блинкин, когда приехал, он сказал в Израиле, мы знаем, что у вас много врагов, и мы знаем, что вы сами с ними справитесь, но вам никогда не придется сражаться с ними одним, потому что пока существуют Соединенные Штаты, мы будем рядом с вами. А потом это сказано, Путин хочет уничтожить Украину, Хамас хочет уничтожить Израиль, мы самое сильное государство мира, мы никогда это не позволим, у нас достаточно сил защиты. А потом эта позиция начала размываться, потому что вся эта прогрессивская швоба, она начала бегать с палестинскими знаменами. Но надо отдать должное, они понимают, что это в демократической партии, они не выпустили на выступление, на съезде рвались, рвалась какая-то там девица с палестинским флагом, а вы правильно заметили, очень показательно было, что четыре оратора очень четко формулировали позиции в пользу Калинин. Так у Трампа открывается прекрасная возможность, он вот это атакует демократов при Израиле, так сделай то же самое по Украине, скажи, ах, сволочи, вы недостаточно даете помощь Украине. Ну все, все это бы, это громадная поддержка была вообще, потому что что положительно для нас, мы обсуждаем с вами игры внутри политиков, а есть общественное мнение Соединенных Штатов, и вот вопреки, вопреки стандартной точки зрения, что американец не интересуется внешней политической проблемой, над всем протяжении конфликта, независимо от колебаний власти, сохраняется очень высокий уровень, 75% поддержки Израиля и 65% поддержки Украины, для Америки очень высокий уровень. Если бы Трамп сейчас вот эту антикритику за недостаточную поддержку Израиля очень органично дополнил бы критику недостаточной поддержки Украины, он бы смел, смел демократическую партию, не было бы никаких аргументов. Так вместо этого он делает противоположное, он стреляет себе в ногу, он вот повторяет, повторяет путинские аргументы, что Байден, Байден, свою поддержку Украины толкает мир в мировой войне и назначает самых явных. Вот меня поражают позиции, вот мне понятна психология вот американского трампистского быдова, но вот мне абсолютно непонятна психология русскоязычного трампистского быдова, причем себя позиционирующего как противника Путина. Ну, каким идиотом нужно обладать, чтобы не видеть вот этой позиции Трампа, или она же вызывает восторг только у Путина. Ну, я уже говорил об этом, это о Трампе. Республиканская партия могла, им не пришло в голову, как демократически избавилась от Байдена. Если бы демократическая партия вывела своим кандидатом Хейли, сейчас не было бы никаких разговоров. Вы же помните, во время, когда были праймерис в республиканской партии, все время проводились опросы, а как будет, если выйдет Байден, Трамп? Трамп выигрывал 5%. Иногда проводились опросы любопытные социологи, а как будет, если в финале будет Хейли Байден? Хейли выигрывал у Байдена 17%, а сейчас, ну, я уверяю вас, что сегодня, если бы вдруг, к сожалению, нет никакой другой процедуры, вдруг республиканцы объявили, что кандидат имеется Хейли, процентов 10 она вчистую выиграла у Харрис. Посмотрите, две женщины, очень похожи, обе индианки, причем Хейли 100% индианка, Харрис 50%. Но сравните их портфели, чем занималась Харрис, не очень многим, а Хейли была губернатором, успешным губернатором в Северной Калифорнии и представляла, два года блестяще представляла Соединенные Штаты в Совете Безопасности, в этих Чуркиных небес, там водила морды по столу. Гораздо более внушительная портфелия, чем... Это вот придется республиканцев выдвигать, но уже на следующие выборы. Но сейчас ситуация такая, что выиграет тот кандидат президентский выиграет, очень удачная для нас ситуация, кто решительно поддержит Украину. Ну а от Харриса, она же как бы и действующая администрация. Ну вот мой план, не все мои советы демократы выполняют, я же помню, мой совет, еще несколько месяцев назад Байдену сойти с дистанции, сосредоточиться как раз на введении мировой войны. Они, эта инициатива была упущена на несколько месяцев, а последние уже дни, я перед уходом Байдена, я советую ему не только сойти с гонки, но и как бы по состоянию здоровья вести из поста президента. Тогда Харрис становилась бы демократическим президентом, не исполняющим обязанности, а полноправным. В ней было большее поле возможностей, шире варианты. Она могла бы, не советуясь там Байдену, тратя время, заявлять о поддержке республиканского плана победы в Украине или поддержке вот этой заявления Грехома или Брюментара в Киеве. Ну, вот так вот обстоят дела у нас в политической компании. А уж вы с вами с каким бы восторгом поддержали бы дедушку Трампа, если бы он пробил эту политику, если бы он атаковал Байдена за недостаточную поддержку? Нет, это целый набор. Это же ведет к очень многим последствиям. Вы понимаете, сегодня симптоматика проявляет того, что все-таки он чего-то позволить себе не может. И все в его окружении. Нет, нет, нет. Даже вот тот страшный сценарий победы Трампа на выборах, который я сейчас не имею, он все равно будет ограничен. Наше самое большое достижение, давайте, я как американец, завершил американскую часть, это не только позиции там Харриса Трампа, а твердая двухпартийная поддержка Конгрессом Украины, которая еще раз выразилась вот с этой делегацией двухпартийной в Киеве и выразилась в их требовании к администрации организовать набор пилотов, как они назвали это так аккуратно, летчиков, пенсионеров, неважно, самолет, нужно посылать 200 самолетов на штурмал, и должны сидеть опытные западные астрии. Вот это уже не городские сумасшедшие, вы не нас с вами повторяете, это повторяет большинство американского Конгресса. Ну да, анализ-то, в общем, здесь очевидный, поэтому... Последний вопрос буквально напоследок, что вы думаете относительно ареста Дурова во Франции? Ведь он проблемно был из США, где пытался сделать базу для своего телеграмма и для других проектов своих. Вот из Америки, а теперь во Францию у него проблемы. А он гражданин Франции. Какой ваш прогноз? Его отпустят? Нет, что вам кажется? Ну, вы знаете, меня раздражает эта тема сейчас. Да, почему? Ну, громадное место она занимает сейчас в дискурсах. А в Украине многие, Москва увлеклась, поэтому вот такое вот реальность. Нет, да, да. Меня гораздо больше интересует, вот когда, как скоро будет выдано передано самолёты с западными лётчиками и как скоро будет уничтожен Крымский мост. Ну, вы знаете, тут какая интересная аспекта. Ну, вы обратили внимание, кто его поддерживает? Вся российская пропаганда и большинство статусных российских оппозиционеров. Проблема, она же не проблема, все владельцы этих платформ, и Фейсбук, и Ютуб, они все сталкивались с этой проблемой. Потому что их продуктом, конечно, пользуются преступники. Причём самые отъявленные. Ну, так американские платформы сотрудничают со спецслужбами, с органами, и представьте, что они отказываются предоставить код или там доступ, это невозможно абсолютно. Ну, тоже они, необходимо было давление на них, рассмотрение в конгрессе, помните? Они не бежали сюда. Ну, так... Понимаете, здесь другой вопрос политический, извините, что перебиваю, Андрей Андреевич, всё-таки чья лояльность? Вот я всё время слышу о том, что они такие анархисты вне государств, что они, он, Ассанж, там другие, создают такие наднациональные проекты, транснациональные корпорации, по сути, потому что это гигантские проекты, многомиллиардные, и что государство вообще никакой не может вмешаться. С другой стороны, а что ты тогда получаешь гражданство французское, а что ты прикрываешься от проблем, значит, в других юрисдикциях своим статусом, потому что паспорт защищает, да? Вот я вот живу во Франции, я беженец, но я не беру французского паспорта, и у меня никакого гражданства, кроме российского, нет, ни украинского, ни французского, ни американского, ну, потому что я занимаюсь политикой. А ты, если ты занимаешься крупным бизнесом, ты используешь государство для своего... Не надо, и не надо в***ть на своем либературанстве. Он прекрасно, он миллиарды, миллионы или миллиарды долларов зарабатывает. Миллиарды, он миллиардер? На тех же самых педофилов, наркодилерах и террористах. Я думаю, что все требования французского правительства к нему, они абсолютно законны. Ну, вот, кстати, мой прогноз, что его, конечно, отпустят, но он доступ везде даст, он, так сказать, пойдет на сотрудничество со следствием, ну, пока оно будет длиться, он могут изменить меры пресечения, но он, безусловно, должен выполнить французские законы и, конечно, доступ предоставить. Здесь другого варианта просто нет. Тем более, что ты гражданин франции. Вот и все. В Франции есть репутация государства, где соблюдается закон, где независимый суд, и мы будем наблюдать за этим процессом. Будем наблюдать за этим процессом. Янас в этом конфликте, янас в стране французского государства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok